В последние годы в системе налогов произошла глубокая трансформация. Речь идет о внедрении контрольно-кассовых аппаратов, цифровизации на администрирование налогов и других проектов. Поскольку нововведения являются требованием времени, они должны грамотно освещаться среди населения. Об этом было сказано в ходе круглого стола, налоговая грамотность, тренды, задачи и перспективы. Негативные отзывы есть. Были очень много митингов, которые были направлены на непонимание тех реформ и невосприятие обществом, в том числе и бизнесом, наших цифровых механизмов. Последние митинги касались электронных счетов факторов. Поэтому мы поднимаем тему налоговой грамотности и мы намерены в этом направлении выработать сегодня по итогам круглого стола пакет рекомендаций. Многие граждане не в полной мере осведомлены о своих правах и налоговую грамотность, как говорят специалисты, нужно вводить в общество. При высоком уровне налоговой культуры станет возможным соблюдение налоговой дисциплины, снижение уклонения от уплаты налогов и повышение доходов бюджета. Наш опыт Кыргызстана, в том числе и Министерство внутренних дел Кыргызской республики, имеет очень хороший показатель, потому что с налоговыми преступлениями, с экономическими преступлениями мы боремся эффективно. И, как вы отметили, уже действительно сегодня век цифровизации, есть очень много технических таких возможностей. Сейчас используются различные компьютерные технологии. Как вы знаете, был у нас введен единый реестр преступлений. Это все позволяет автоматизировать, регистрировать все заявления, все факты, которые выявляются. А между тем специалисты отмечают, что при прочном внедрении грамотности культуры в общество, граждане смогут принимать правильные решения в обеспечении финансового благополучия и разумно относиться к налогам. Салима Дюшембекова, Кельдебек, Уланбеков, СТВ. Во всех вузах Кыргызстана, я не ошибусь, наверное, что работа проводится в определенном порядке, согласно учебных планов. У нас, например, финансовая грамотность проводится на основе совместных договорных соглашений и условий с многими банковскими финансовыми учреждениями, в частности, с Министерством финансов Кыргызской Республики. Соответствующая работа должна проводиться и в учебных заведениях, поскольку начальный этап культуры формируется в школах, в вузах и далее при получении дополнительных специальных знаний.